здравствуйте дорогие друзья меня зовут виктория андерсон я диетолог нутрициолог и основатель школы осознанного питания nordic balance добро пожаловать на мой канал где мы говорим о здоровом питании хорошем правильном образе жизни и помогаем друг другу тем что мы прислушиваемся к своему организму и лечимся не таблетками в домашних условиях пытаемся предотвратить какие-либо заболевания ну что я могу сказать после наших нескончаемых праздников я получил множество песен в которых вы просите рассказать о том как дома самим можно восстановить или поддержать наш орган который называется печень вот об этом мы сегодня и поговорим печень выполняет более 500 различных функций это совершенно уникальный орган такой знаете как бы настоящий супергерой который ежедневно спасает наши жизни конечно всех функциях мы сегодня не будем говорить но о том как поддержать нашу печень мы обязательно затронем эту тему чуть позже печень она находится у нас в правом с правой стороне под ребрами и дать она не имеет как вам сказать нервных окончаний а у нас же как мы понимаем если мы заболели то обязательно чувство какой-то боли так вот в печени нет этих нервных окончаний и поэтому некому сказать или дать этот болевой сигнал нашему организму мы не можем понять она очень терпеливо и когда она начинает уже проявлять себя то нужно срочно бежать врачу но лучше всего это сделать заранее печень к сожалению не всегда можно показать или ассабо понять по анализам крови или рубина надо лучше сделать узи ну и в некоторых уже запущенных таких случаях делается биопсия какие признаки заболевания печени ну во первых у женщины она должна быть где-то от килограмма 200 грамм от килограмма до килограмма 200 грамм да она столько весит а у мужчин от килограмма 800 до 2 килограмм есть ли у вас такой как говорят пивной животик то или или же даже если у вас есть лишние килограммы то это первый признак того что у вас печенью что-то уже не так ну как я сказала очень тяжело понять симптомы какие могут быть это может быть горечь во рту это может быть тошнота иногда даже рвота головокружение вы можете просыпаться утром уже такими знаете уставшими и апатичными вот это первые такие признаки того что у вас печенью что-то не так но к счастью у меня хорошая для вас новость печень это единственный орган который может восстанавливаться если даже при заболевании печени остается только 25 процентов печени не поврежденной то ее можно восстановить каким образом можно восстановить печень двумя путями прежде всего это детоксификация то есть очищение печени от токсинов и второй вариант когда мы выводим жиры из нашей печени детоксификация она проходит в течение 90 дней но у меня в моей практике есть одна девочка наташа ее зовут моя выпускница она в течение месяца побывал у меня на программе питания через месяц давала анализы в дании крови и ее показатели с 80 упали до 52 когда по датским параметрам норма должна быть 43 единицы так вот когда наташа сдала этот анализ врачи извинились и сказали что они наверное перепутали пациента поэтому попросили пересдать анализ через неделю через неделю наташа еще раздала этот анализ крови и он был еще лучше так что наташа напиши комментарий что это правда этот случай в моей истории есть и практике дальше как мы можем помочь очистить эту самую печень или поддержать ее в домашних условиях ну конечно же вы должны правильно питаться исключить алкоголь сахар углеводы быстрые все это гарниры каши ваши любимые это все мы убираем и начинаем питаться правильно в наш рацион мы должны добавить такие травы вам не обязательно собирать травы их можно купить в капсулах слава богу сейчас в наши времена все это имеется в аптеках или же можно заказать по интернету такая травка как красный клевер и силимарин его еще на за 1 называет в народе расторопшая пятнистая так вот одну капсулу выпиваете за час до завтрака и второй прием такой же капсулы за час до вашего ужина так вы пропираете такой курс 30-дневный потом делайте перерыв пару недель и повторяете опять прием силимарина добавляйте также в течение дня яблочный уксус через час после еды можно его употреблять два-три раза в день это хороший натуральный продукт чайную ложку разбавляете с тепленькой водичкой где-то 150 миллилитров и выпиваете после еды очень хорошо восстанавливает печень все эти желчные процессы халил можете тоже подключить после того как вы пропили расторопшим опять следующий курс халила зеленый чай это прекрасный антисептик прекрасный антивирусный препарат скажем тогда который также не позволяет развиваться клеткам гепатита c например вирусным да если у кого-то был гепатит c кстати будьте осторожны и избирательны в выборе ваших мастеров по маникюру педикюру и по стрижкам потому как этот самый гепатит c он передается к сожалению по крови через кровь вот ну как мы должны вывести из печени этот самый жир как я сказала конечно же опять же благодаря нормальному здоровому питанию необходимо добавить как можно больше овощей зеленолиственных преимущественно до ваш рацион каждый день у вас должны присутствовать какие-либо салаты брокколи шпинат и так далее и еще я бы вам всем посоветовала эти салаты самые заправлять льняным маслом или же оливковым маслом лучше все-таки льняным да и я начала сейчас всем рекомендовать делать такие смузи хотя бы раз в неделю я это делаю два раза в неделю потому что мы живем в скандинавии в скандинавии мы пьем и любим очень красное вино и никакой ужин у нас не заканчивается без бокала вина поэтому я ввела как для профилактики в нашей семье такой закон два раза в неделю я делаю смузи из шпината из свежевыжатого сока сельдерея и добавляя туда один лимон сок лимона то есть вы получаете полноценные все минералы витамины витамин c свежайший и прекрасно себя чувствуете и помогаете восстановлению или поддержанию вашей печени дорогие мои друзья что я вам хочу сказать пробуйте прислушивайтесь к своему организму слушайте его и не доводите до какой-то такой фазы когда вам уже будет больно кстати еще перед тем как закончить видео это самая боль печеночная может проявиться немножко как бы бой боль в правом боку которая отдает в правую лопатку и потом отдает в наш головной как бы мозг да и это выражается еще и мигрень это тоже как один симптом такой ну и опять же те кто имеет большой вес ожирение тем тоже необходимо снизить калорийность и убрать лишние килограммы так что дорогие мои будьте мне все здоровы счастливы красивы молоды и следите за своим здоровьем задавайте свои вопросы пишите под этим видео какие темы для вас еще интересны я с удовольствием с вами поделюсь своим опытом всех вам благ с вами была любящая вас виктория андерсон пока